Синоптики прогнозуют повышение температуры по ветру. А это значит, что может снова возникнуть ситуация, когда будет увидена заборона на наведывание лесов. Что тыжится самих работников Галины, то яны до пожара небеспечного периода готовы постоянно. Наши корреспонденты наведали Гомельский опытный лязгаз. Гомельская область у Беларуси самая лесистая. Лясы занимают тут 45% территории. На практице это больше, как 1,6 млн гектаров. Это не только экология, а и важная экономичная складающая. Тем больше важно захавать лесы, как от браконьеров, так и от махчимых пожаров. У Гомельским опытным лязгазе до надзвычайных ситуаций готовы за усёды. Тут навед на были специальный гузеничный тягач, переробленный до речи с боевой машины пяхоты, якая пройшла Афганистан. Йон добро зарекомендовал себя на заболочных глебах. Правда, спадзиются у лязгазе не только на уластные силы. У взаимодействия с воротовальниками повышает шансы на поспех обо двух паков. «Минимизировать эту степень возгорания, естественно, происходит какой-то дружеский контакт, непосредственно для того, чтобы привлечь нашу ту же самую технику. Потому что органы МЧС не могут использовать те средства защиты, которые используем мы. Тот же самый трактор с плугом ПКЛ-70, который большой лемех, он расталкивает, делает мирализованную полосу. Естественно, он ограждает дальнейшее распространение вот этого вообще возгорания. И, естественно, люди, которые заняты непосредственно при тушении этим пожаром, им в какой-то степени идет очень хорошая помощь от нашей стороны». У вуголе мониторинг ситуации у лесным фонзе ведется постоянно. И не только с допомогой размещенных на древах фотопасток. Девять камер вида аназирания, які установлены у гомельским вопытным лесгасе, дозволяются оперативно контролювать ситуацию на усей территории. Техника реагує на навод самый невеликий дым. По великим рахунку, в некоторых выпадках парушальников можно затримать ясше до того, як яны прагатуют шашлыки у заборонены для наведывания леса у час. Она подает сигнал, что зафиксирована какая-то дымовая точка. И мы видим сработки по камерам. Можем открыть любую камеру и посмотреть, где это произошла сработка. И приблизить, увеличить, направить и узнать полностью градус, где находится дымовая точка. Олег Синцюров, Миколай Скинціян, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин